Наверное, мы еще не скоро узнали бы это имя, если бы не Виктория Шаронова, которая специально приехала из Москвы в Даугавпилс, чтобы узнать подробнее о российском дипломате Викторе Федоровиче Гроссе. Герой исторических очерков и художественных романов, он прожил удивительную жизнь. Виктор Гроссе – дипломат, кадровый дипломат Российской империи, китаист, и известен он прежде всего тем, что с 1911 года он служил в Генеральном консульстве России в Шанхае. То есть это был последний императорский генеральный консул России в Шанхае. Сейчас каждый, кто приезжает в Шанхай, обращает внимание на самое красивое здание в этом городе, на здание Генерального консульства России. И те, кто интересуется историей русской колонии в Шанхае, историей города, знают, что построено оно было с помощью Виктора Федоровича Гросса. Виктор Федорович Гросса был предводителем, если так можно выразиться, русской колонии. И до революции, и после революции. Именно этот человек вел переговоры о создании Китайско-Восточной железной дороги. Он стоял у истоков строительства русской базы в Порт-Артуре. Его имя осталось бы в истории дипломатии в любом случае, но судьба подготовила для него практически невыполнимую миссию. Начиная с 1920 года, в Шанхай плынула огромная масса русских эмигрантов. Прежде всего, это были военные. Военные, которые приплыли на кораблях из Владивостока. Армия Колчака и Забайкальские казаки. В дальнейшем, когда советское правительство передало Китайскую Восточную железную дорогу Китайской Республике, то бывшие служащие дороги, не имевшие китайского или советского гражданства, не могли на ней работать. Это привело к тому, что второй поток русских беженцев накрыл Шанхай. Это были бывшие коважидинцы. И в середине 30-х годов Шанхай пополнился большой колонией немецких евреев, среди которых тоже были русские евреи, которые раньше проживали в Германии. Поэтому, скажем так, что уже к середине 30-х годов русская колония насчитывала более 50 тысяч человек. И во голове этого движения, движения помощи русским, стоял Виктор Федорович Гроссов. Авторитет, человек чистой, доброй души, прекрасный дипломат и верно подданный своего народу. Виктория Шаронова поделилась своими материалами с Даугавпилским музеем. Оказывается, здесь ничего не было известно о нашем земляке. А в его жизни много совершенно необычных событий. Приходили пароходы с беженцами, людей отказывались выпускать на берег. Правдами и неправдами их переправлял по явочным квартирам российский консул. Авторитет этого человека был так велик, что беженцам он давал паспорт Гроссе. И с этим документом человека брали на работу. Он умер в Шанхае. Тысячи людей провожали его в последний путь. Но где этот путь начинался? Я нашла такие сведения. Выпись из эгиптенской церковной книги о родившихся и крещеных. Родился в 1869 году, мая 1926. Крещен того же года, 16 июля, местным пастором Свенсеном. В доме на гриве номер 22. В музее сейчас начат проект по возвращению имен наших земляков. Так что материалы, предоставленные московской гостей, пришлись как нельзя кстати. Очень многие знаменитые люди связаны с историей нашего города. И широко известные фамилии Родко, Строка, Михоэлса, Добычина и многих других. И сегодня мы узнали еще одно новое имя. Это дипломат Гросса. К своему стыду должна признаться, я абсолютно ничего не знала об этом выдающемся человеке. И теперь мы сможем пополнить нашу картотеку. Мы сможем пополнить наши данные о долговпилчанах. И очень приятно, что дипломаты такого высокого ранга родились именно в нашем городе. Первый экспонат, посвященный Виктору Гроссе, в музее уже есть. Сборник исторических очерков о выпускниках Санкт-Петербургского университета. Эту книгу вручила автор очерка о российском дипломатии Виктория Шаронова. Виктория Шаронова